Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Однако сегодня мы будем говорить не только об ИСБ, у меня в гостях Елена Музурина. Лен, привет! Привет! И мы вместе расскажем вам о хеме, о том, чем хема отличается от ИСБ, и о том, что у этих двух видов спорта общего. Лен, расскажи, пожалуйста, о себе, нашим зрителям. Меня зовут Елена Музурина, я тренер школы европейской боевой традиции Трамацона. Занимаюсь фехтованием уже больше 10 лет, участвовала в разных турнирах, пробовала разные виды оружия. На данном этапе я сконцентрировалась на военной сабле и занимаюсь длинным мечом. От себя хочу добавить, что Лена является неоднократным чемпионом турнира с Фордфиш в номинации сабля и длинный меч, а в мире хема с Фордфиш – это своего рода чемпионат мира. Кроме того, она занимает первую позицию в женском рейтинге мировом по длинному мечу и занимает эту позицию уже 3 года. Таким образом, мы видим, что Лена умеет фехтование. Более того, Лена организует турниры, проводит семинары, у нее своя линейка экипировки для хема. Лен, у меня тут канал ОБСБ, и несмотря на то, что я думаю, что большинство имеет какое-то представление о том, что такое хема, но все-таки давай начнем сначала. Я попрошу тебя рассказать, что такое хема. Хема – это слегка исковерканная аббревиатура, которая на самом деле произносится как «хима» и переводится как «исторические европейские боевые искусства». «Historical European Martial Arts». Про боевые искусства Востока слышали уже все, но и Европа не обделена военной историей. Века войн, локальные конфликты, дуэли, множество поводов применить холодное оружие. В основном, когда мы говорим про хему, мы говорим про старинные техники фехтования, а именно изучение старинных источников и применение этих техник в соответствии с тем, как мы их поняли. Мы люди из 21 века, у нас другой образ жизни, другие навыки, знания, и поэтому нам бывает довольно сложно понять, о чем говорил автор. Чем больше проходит времени, тем нам, современным людям, сложнее понять, каким образом выполняется прием. Даже если автор о нас позаботился, мастер фехтования прошлого, и записал свои знания. Хема-сообщество в основном и занимается тем, что ведет эти поиски. Но было бы слишком скучно просто читать про какие-то супертехники, гораздо круче же стукнуть ближнего своего, и желательно в полный контакт. Поэтому в хема присутствует практика, в том числе и соревновательная. Наверное, именно взаимодополнением теории и практики объясняется то, что хема становится все более популярной, проникает даже в такие страны, как Перу, Бразилия, Арабские Эмираты, Китай и Исландия. Но, как вы знаете, Россия – нация читающая и сильно бьющая. Поэтому мы просто не могли остаться в стороне от тусовки, где более 70 тысяч человек. Хема – это про все боевые традиции Европы, на которые найдены источники. А мы сейчас говорим более чем о 7 веках фехтования. А еще о рубке, джойстинге, борьбе и борьбе в доспехах, которые тоже практикуются в хемах. Окей, про исследовательскую составляющую я понял. Хема – это своего рода реконструкция. Только хемоисты занимаются не реконструкцией материальной культуры и быта, а реконструкцией боевых техник. Но, как мы знаем, ИСБ – это спорт, поэтому я хочу поговорить именно про спортивную составляющую хема. Начнем с правил. Я расскажу про правила ИСБ, а Елена продолжит про хему. С командными номинациями все просто. В сухом остатке все сводится к правилу, что если ты стоишь, ты продолжаешь драться. Но сравнивать хему с командными номинациями ИСБ, я думаю, нет большого смысла. Сравним ее с номинациями дуэльными. В большинстве номинаций бой длится фиксированное время, в течение которого бойцы наносят акцентированные удары. Кто нанес больше, тот и победил. В идеале бой не прекращается до истечения времени. Однако он может прекратиться по каким-то техническим причинам. Скажем, доспех сломался. Или человек. В номинации Митч Баклер чуть иначе. Бой длится до двух побед в трех исходах, каждый из которых длится до нанесения пяти попаданий по одному бойцу, но не более одной минуты. Также в дуэльных номинациях запрещена борьба. Вот, в общем-то, и все правила. Что по правилам в Хема, Лена? В Хема на данный момент нет единого свода правил. Они могут довольно сильно отличаться от страны к стране и даже от школы к школе. Но основное отличие правил Хемы от правил ИСБ либо олимпийского фехтования – это дифференциация поражаемых зон. То есть попадание в более ценные зоны, например, голова, шея и корпус, приносит вам два очка. В то время как попадание в руки и ноги приносит всего одно. В спорте то же самое. Куда ты не попадешь, все будет стоить одно очко. Второй момент – это правило, согласно которому противник может вас ударить даже после того, как вы его сами ударили. Это правило называется автоблоу. Если ответный удар нанесен вовремя, значит он будет засчитан. Если говорить о самых распространенных правилах, то вкратце. Бой длится до истечения двух или трех минут либо до набора определенного количества очков. Бой останавливается после каждого результативного попадания. Квалификация ударов присутствует, причем достаточно строгая. Не буду считать мазню, но и завтаптывание людей в пол. Могут дисквалифицировать. В некоторых странах даже снимают очки либо могут присудить техническое поражение за обоюдные попадания. Не хочешь защищаться – идешь в бан. Правил хема множество, я рассказала вам про основные. Но есть страны, где практикуют фехтование с тактической правотой, как в спортивной сабле или рапире, бои до одного попадания, полуразводные и безразводные бои. С правилами плюс-минус разобрались, давай расскажем о снаряжении. Давай. Ну, тогда предлагаю приодеться. Пластик. На мне сейчас надет, в общем-то, типичный вариант доспеха для ЕСБ. Грудь прикрывает бригантина, стальные плечи, локти, наручек, перчатки, стальные бедра, голени и колени, стальной шлем со вшитым подшлемником. Весь этот доспех прикрывает гербовая накидка Кота. Он предназначен для того, чтобы выдерживать полновесные удары тяжелым оружием ЕСБ, в том числе и слепых зон. Об оружии я расскажу чуть позже. Все это имеет внешнее сходство с европейскими рыцарскими доспехами. Сходство достаточно условное, и у матерых реконструкторов сейчас кровоточит глаза, ребята, извините. Лен. Соревнования проводятся по условно-бездоспешному фехтованию, и предполагается, что бойцы сражаются без брони. Однако инстинкт самосохранения и УК РФ настаивают, чтобы бойцы возвращались домой в полной комплектации, поэтому без защиты не обойтись. Как вы видите, в снаряжении нет привязки к историческим источникам. Мы используем современную одежду, экипировку и обувь. Дизайн ограничен только требованиями безопасности. Черный цвет для хемы – это классика, но в принципе нас никто не ограничивает. Чтобы выделиться, можно нашивать шевроны, делать нашивки на спину, вешать рыжий хвост, но лучше выделяться умениями. В зависимости от дисциплины вам потребуется разный комплект экипировки. Если мы говорим о рапире, то комплект будет минимальным. Если о сабле или о длинном мече, то люди обычно предпочитают одеваться побольше. Маска. Обычная фехтовальная, 350 ньютонов, но рекомендуется использовать специализированную сопротивлением 1600 ньютонов. Накладка на маску с жесткой задней частью для того, чтобы предохранять затылок от сильных ударов. Фехтовальная куртка. Износостойкий материал. Несколько слоев ватина. Иногда вшивают пластик. Также мы используем скрытую защиту. Защиту груди, защиту шеи, горжет и защитный пояс используют девушки. Также мы используем полный комплект защиты суставов, защиту предплечий, наручи и защиту голеней по ноже. К факультативным элементам относятся защита бедер, бросары и наплечники. Защита кистей зависит от того, на чем фехтовать. Если мы фехтуем на рапире, то нам достаточно тонких перчаток с крагами. Если на сабле, то лучше брать перчатки посерьезнее, иногда с дополнительной защитой вооруженной руки. Замечу, лучше вообще не браться без больших варежек. Они, кстати, напоминают миланские, только из пластика. Защитным снаряжением все понятно. Давайте поговорим об оружии. Вот оружие для ЕСБ. Надежное и тяжелое. Бердыш, он же двуручный топор, и фальшон. Допустимый максимальный вес бердыша около 3 кг, чуть больше. Фальшон 1,7 кг. Оружие имеет жесткий клинок, скругленное стрие и затупленное лезвие толщиной 2 мм. Оружие ЕСБ предназначено для того, чтобы нанести максимальный урон противнику. В идеале его нокаутировать. Также стоит обратить внимание, что одноручное оружие относительно недлинное, потому как у нас в ЕСБ достаточно много борьбы и близкого контакта. Какие особенности оружия в Хема? С оружием в Хема все не совсем очевидно, потому что есть несколько требований, между которыми приходится балансировать. Оружие диктует определенную технику владений, скажем, наиболее эффективную. Но цели наши на соревнованиях и наших предков кардинально различаются. Если мы не хотим никого покалечить, а напоминаю, что фехтуем мы просто в куртках, то нам необходимо выбрать то оружие, которое имеет аналог в истории, выполненное для тех же целей. Ну, например, вместо полновесного длинного меча использовать тренировочный меч Фидершверт. Либо же адаптировать правильное оружие под требования соревнований. Ну, сделать клинок не таким жестким. Ну, либо искать стали, аналог в виде какого-то синтетического материала для изготовления оружия. И при этом еще не забывать то, что у нас визуальное судейство, и, соответственно, удары на слишком легком оружии будет тяжело отслеживать без помощи специальной техники, фиксирующей попадания. Организаторы турниров предъявляют разные требования к оружию, но в основном они сводятся к тому, что, первое, клинок должен быть достаточно гибким и упругим, и второе, то, что наконечник должен быть защищен. Возьмем, к примеру, саблю. Если в цифрах и про Россию, то вес сабли допустим в пределах 800-1000 грамм, рапиры 1000-1300 грамм и длинного меча от 1400 до 1800 грамм. Это основные виды оружия, которые практикуют у нас в стране, хотя они обходятся без меча с баклером, баллонского меча, пары с кинжалом, а теперь еще и капля. Лен, я думаю, ты со мной согласишься, что различия в наступательном защитном вооружении и не в малой степени различия в правилах, они в том числе влияют и на технический арсенал. Да, конечно. И удар в хемы, удар в ВСБ имеют принципиальное отличие, и давай об этом расскажем зрителям о том, как те различия выглядят. Как мы знаем, удар в ВСБ должен быть достаточно сильным. А куда мне это говорить? Как мы знаем, удар в ВСБ должен быть достаточно сильным, чтобы пройти через несколько слоев защиты и нанести какой бы то ни был урон. Поэтому, как я уже говорил в каких-то своих предыдущих видео, в ВСБ удар рождается с ног, энергия проходит через тело, и через клинок она доходит до оппонента. Таким образом, движущей силы первое, что начинает стартовать, это ноги. Отсюда и аж удар, где нога идет перед рукой. вот так, Лена. в бездоспешном фехтовании на первое место выходит точность как в подборе дистанции, так и в поражении цели и своевременность. По нашим правилам не нужно нокаутировать противника, не надо ронять его, нужно набрать очки. Нужно нанести по противнику больше квалифицированных ударов, чем он, а в идеале вообще по себе не пропускать. Принципиальный момент при выполнении ударов, а это справедливо и для уколов, начинать движение с руки, если иное не предусмотрено твоей хитрой тактикой в данном конкретном эпизоде. На это есть несколько причин. Начало удара получается незаметным, можно остаться в большей безопасности, как наступая, так и обороняясь, а еще можно успеть переиграть, если что-то пошло не так. Ну что ж, друзья, мы в принципе разобрались с тем, что такое хема, сравнили защитное наступательное вооружение хемы ИСБ, разобрали некоторые технические аспекты и правила. Пора подводить некое резюме. Я искренне считаю, что наши два вида спорта могут быть взаимно выгодны друг для друга. Скажем, если ИСБшник придет в хема, то его фехтовальные навыки разумеется вырастут. Может быть, это не супер важно для чистых бугурцменов, но для дуэлянтов я думаю, это будет очень полезным. Да, все эти невообразимые траектории легкой сабли на тяжелое оружие ИСБ не переложить, однако в хема очень хорошая футворка. Из-за того, что оружие очень легкое, ребята работают много с дистанцией, просто потому, что от всего не отмашешься. И вот этот вот футворк и схема можно переложить и на ИСБ. Что касаемо того, может ли ИСБ быть полезным для хемоистов, думаю, да, Лен. Да? Да, конечно. Ребята могут прийти к нам в школу ИСБ и прокачать свою физуху, прокачать выносливость. Да, возможно, на турнирах по хемо не очень котируется очень сильный удар, но иногда он жизненно необходим. Ну, просто. Определенно. Как некоторый технический аспект. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр, друзья. Честно говоря, мы тут уже 6 часов снимаем, там уже солнце встает. Обязательно приходите к Ленке на канал, она там дает очень классные упражнения. Подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании, подписывайтесь на меня, колокольчик. Спасибо, ребят. Пока. Лен? Хочу сказать спасибо Максу за такой классный опыт. В общем, ребят, подписывайтесь на Макса обязательно, заглядывайте в гости и тренируйтесь. Пока. И будем очень рады вас видеть как на ресталище, так и на дорожке. Занимайтесь и СБ, и Хемой. Счастливо. Веду семинары, у меня есть свой блог и вообще много дел. Я пошла. Давай последний раз. То есть попадание в олимпийском, в олимпийских... Еще раз. Бой для набора двух или трех минут. Что? У тебя федерации, которые практикуют... Почему федерации... Так, еще разочек. Это как хорошо. Ты как будто возмутилась, типа, почему федерации практикуют до сих пор. В турнире там на каком-нибудь... Да, там пофиг, если бликуешь. Еще, Макс, жарко тебе? Да.